Так, друзья, ну что, у меня еще будет 5 минут славы сегодня. Я вам расскажу про гениальную совершенно вещь, которую я нежно люблю. Я всегда, когда про нее рассказываю, употребляю эти слова «нежно люблю», потом все равно смеются, особенно мои друзья в Фейсбуке. Смотрите, давайте начнем с короткого опроса. Кто из здесь присутствующих когда-либо что-либо сделал бесплатно сайт или логотип нарисовал, или какую-нибудь картиночку для некоммерческого проекта? Те, кто работает в теплице, руки, пожалуйста, опустите, да? Понятно. Ну то есть есть такие люди. Кто делал когда-нибудь некоммерческий или благотворительный проект, и вам друзья, неважно, не друзья, помогли, сделали бесплатный логотип, сайт, что-нибудь еще? Не так много людей, но на самом деле очень-очень многие благотворительные проекты решат тем, что у них просто нет денег на достаточной мере, чтобы заплатить большому классному агентству или разработчику, получить классный продукт. И к чему это все ведет? К тому, что мы, например, пытаемся что-нибудь найти, благотворительный фонд, или какую-нибудь акцию, или кому-нибудь что-нибудь пожертвовать, заходим на сайт, а там что-то такое совершенно неудобное или некрасивое, или кнопки пожертвовать нигде не можем найти, или в принципе нет этого сайта, и кажется, ну как бы доверять этому не очень хочется уже. И вот наша такая большая широкая аудитория отсекается, в общем, от добрых дел просто тем, что каналы коммуникации, и способы коммуникации, и то, как это сделано, оно недостаточно классно, понятно, здорово и красиво. Казалось бы, нужно просто свести тех, кто хочет помогать, с теми, кому нужна помощь, и все будет здорово. На самом деле нет, ничего подобного. Я работала в благотворительности, наверное, последние лет шесть, и сталкивалась с двумя вещами, с двумя комментариями у себя в почте, в Facebook, где угодно. Один из них о том, что мы сделали фонду благотворительному, сайт, долго очень с ним мучились, а не взяли, и ничего его не используют, и он там умер благополучно. Какое одно расстройство, никогда больше не будем никому помогать. Либо вторая позиция, что нам взялись помогать вроде бы бесплатно, все это тянулось очень долго, ни к чему не привело, и в итоге мы получили не тот результат, что хотели. В итоге даже те люди, которые готовы сойтись в экстазе и помогать друг другу, тоже не всегда друг друга понимают. Вот. И вот то, о чем рассказывал Алексей вначале, что у Теплицы есть несколько проектов, на самом деле достаточно много, но один из сервисов, например, IT-волонтер, где могут некоммерческие проекты подавать заявки, а волонтеры их берут и как-то им помогают. Это все очень здорово работает. Вот классика стала некоторым следующим логическим шагом в том, чтобы те агентства или студии, или дизайн-бюро, или даже независимых профессионалов, которые уже работают с некоммерческими организациями, делают это здорово, делают это хорошо, готовы это делать. Не всегда обязательно бесплатно, не обязательно, чтобы только бесплатно. Как-то их поощрять, идентифицировать и говорить, что вот, если вдруг у вас фонд, и у вас там, не знаю, даже есть бюджет на сайт, бегите к этим ребятам. И, с другой стороны, этих ребят тоже как-то объединять, показывать, что на самом-то деле сообщество растет, и очень многие бюро, студии помогают некоммерческим проектам бесплатно и делают, правда, крутые штуки. Какие я сейчас покажу. Вот. В общем, пасека – это такая добровольная система поиска, отбора, рекомендации агентств, студий и профессионалов, которые работают с некоммерческими организациями. Ну, то есть добровольные, в смысле, мы… Это все очень просто. Достаточно просто подать заявку на сайте, пройти некоторую, ну, такую проверку, чтобы, правда, соблюдать некоторые этические стандарты, которые тоже очень простые, очень написаны на сайте хорошо, и попасть вот в это классное сообщество. Что мы делаем конкретно? Ну, прежде всего, то, о чем я говорила, есть такой реестр хороших ребят. Вот, ну, например, да, есть какие-то дизайнерские агентства из Питера, Дочери очень классные, есть мобильные разработчики из Москвы и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть они все, в общем, доступны. И, например, если ко мне сейчас приходит фонд и говорит, что у нас появился запрос, мы хотим сделать такое вот мобильное, например, приложение для экологического проекта, куда нам идти, я говорю, видите, да, вот кому-нибудь из тех, обратитесь, они точно знают, что делать. Вот, с другой стороны, хорошо бы тоже показывать вот те вот лучшие проекты некоммерческие, которые были сделаны, и какую-то, столь, планку сдавать, стандарт тому, как могут выглядеть некоммерческие, сайты некоммерческих организаций, там, Айдентика. Вот тоже несколько примеров. Тут вот для солдатских матерей Санкт-Петербурга переделали Айдентику, для благотворительного фонда рекордетства, для проекта ТЭКС, Садовое кольцо. Ребята тоже делали какие-то штуки. То есть вот среди общей массы каких-то, может быть, не совсем привлекательных вещей есть очень крутые, и очень важно их показывать. Особенно важно показывать, что они были сделаны на некоммерческой основе, либо по какой-то дружеской цене. Кроме того, что мы все это собираем и демонстрируем, рекомендуем, мы еще делаем некоторые образовательные штуки. Вот то, о чем я говорила в самом начале, что иногда, даже когда есть желание с двух сторон, не всегда это сотрудничество приводит к какому-то классному результату. Почему? Потому что у некоммерческой организации, как правило, мало опыта в работе с такими длительными проектами, особенно в том, что касается разработки или чего-то такого. У агентства или, не знаю, разработчика, эксперта не всегда есть столько времени, чтобы научить всему с нуля фонд, который этого делать не умеет. Поэтому мы делаем такие элементарные вещи, как всякие чек-листы, например, чтобы можно было пройтись по вопросам, ничего не забыть, не испортить ни с кем отношения и счастливо жить долго вместе, получить классный результат. Делаем какие-то развлекательные штуки, типа простых комиксов, которых можно посмотреть. Ну а, собственно, о чем нужно поговорить, если ты пытаешься у кого-то что-то заказать или о чем-то нужно спросить. Если к тебе пришел фонд, классный, хочет спасти всех котят, и ты готов ему помочь. Кто и зачем в этой истории участвует? Мы пока на таком старте, что ли, находимся, то есть вот подваливает к 20 количеству участников, их на самом деле будет больше, 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 больше. Кейсов, как можно заметить, у каждого по нескольку штук. И цитата одного из участников, когда я спросила, а зачем вы вообще помогаете фондам, буквально цитата с ссылками была, что мы хотим, чтобы то, что делают фонды, выглядело не вот так, как бы грустно, такой ребенок плачущий, все черно-белое, некрасивое, а как-нибудь вот так, то есть там с выдумкой, с концепцией, с идеей. Тут написано, что грамотность, ну короче, чтобы развивать грамотность, нужно, в процессе этому нужна поддержка. Тут с одной стороны деньги, с другой стороны книжки. Очень такая простая визуализация, но чтобы это придумать, нужно быть в этом профессионалом. И их мотивация в том, чтобы на самом деле то, что происходит в благотворительной среде, было чем-то крутым, да, и можно было этими кейсами тоже гордиться. Несколько штук того, что было... Что мы в принципе ищем, что мы публикуем на сайте, есть айдентика, да, очень классно. Очень то, что первое бросается в глаза, это как бы на подсознательном уровне, особенно вот широкая аудитория, горожане определяют, круто, не круто. То есть доверяю, не доверяю, хочу я с этим познакомиться или не хочу. Есть, например, сайт. А вот сайт такой для благотворительного магазина, он сделан на WordPress очень простой, но это на самом деле тоже штука. Ребята потратили там пару дней для того, чтобы запилить сайт, но какое-то оказывает влияние на работу благотворительного проекта. У них никогда не было бы ресурсов, времени, чтобы сделать это самим. То есть это вот тоже такая точка приложения, что ли, усилий, когда ты можешь делать свою обычную работу, правду менять что-то в жизни тех людей, которым помогает благотворительный фонд. Вот, например, очень классный проект тоже. Тут и идентика, и сайт был сделан. На самом деле, я не знаю, опять же, это закон по всей России, но вот в Питере есть такая история, что государство обязано устанавливать пандусы там, где их нет. И на самом деле для того, чтобы достучаться и просто как бы этот процесс оптимизировать, вот был придуман проект «Зеленый пандус», где ты просто можешь заполнить заявку, а дальше ребята-администраторы все это уже сами процесс фасилитируют. Вот, но для того, чтобы это было понятным, красивым, классным, вот им агентство тоже сделало и сайт, и такую идентику. Потом пример с… тоже один из тех, что на Теплице много не писала. Это вот такая карта, проект «Топография террора», который NextGIS сделал для мемориала. Мобильное приложение. Очень у немногих фондов пока что есть мобильные приложения, по-моему, их там 4 или 5 на всю Россию. Большинство из них, конечно, для сбора пожертвований. Вот фонд «Белла, дети, бабочки», и для них «Моби Гир» сделал предложение, ну, собственно, чтобы можно было выбрать ребенка, там перечислить деньги какие-то. Это тоже такая очень большая площадка, потому что приложения в основном очень простые, просто пожертвований, никакой там механики игровой пока что нет, поэтому если вдруг у вас есть крутые идеи, то тут можно как бы стать первым на всю Россию и сделать что-то очень такое значимое. Есть проекты больших организаций, когда, например, бесплатно размещают на серверах там или где-то предоставляют облачное хранилище для некоммерческих организаций. Это такая уже более сложная штука. В общем, как вы видите, проектов много разных, их на самом деле становится все больше, поэтому если вдруг вы знаете кого-то или вы помогали кому-то, обязательно присоединяйтесь, потому что на самом деле, чем больше сообщество, тем больше это мотивирует других тоже присоединяться и помогать. Что получают участники? Ну, одна из таких, наверное, самых простых и значимых вещей у «Теплицы» на самом деле. Вот больше 400 тысяч человек в месяц посещает сайт, даже уже 400 сколько? Не под... Вот. Окей. Вот. Короче говоря, в любом случае, никогда это не меньше 270, в некоторых месяц, на каникулах особенно любите считать, «Теплица», судя по всему. Вот. И это число постоянно... Ну, плюс там, как бы, оно постоянно растет, лайкают, лайкают бесконечно «Теплицу». Вот. Потом тех, кто участников «Пасеки», мы зовем выступать, конечно же, на хакатоны, рассказывайте себе. Это тоже такая история, когда ты можешь не только на своем сайте себе рассказать или написать пост на хабре, но где-то ты еще звучишь. Не просто мы что-то сделали, а в контексте мы классные, мы вообще передовые, и мы еще спасаем кого-то. Плюс за последний месяц, например, четыре, мне кажется, уже фонды обратились за рекомендациями, кому идти сделать заказ коммерческий на разработку, на создание чего-то. То есть понятно, что мы рекомендуем, конечно же, участников «Пасеки». Вот. И есть такой знак качества, который некоторые участники «Пасеки» размещают. Мы тоже всячески всех к этому призываем. Почему? Потому что то, чем я говорила про сообщество. Вот я это в своей голове называю «светлое будущее». Есть в Америке такая история «Би-корпорейшн», когда бизнесы, которые не только делают бизнес, но еще делают что-то крутое, они становятся частью вот этой вот сети, сертифицируются, что ли, как компания, которая делает что-то классное и устойчивое. Их уже очень много. Они тоже начинали с маленького какого-то количества участников, но постепенно это становится движением, которое как бы перетягивает на себя внимание и одеяло, и говорят о том, что смотрите, можно делать бизнес, и можно быть полезными для общества. Вот. На самом деле такое возможно абсолютно в любой сфере. И если говорить о такой какой-то глобальной миссии «Пасеки», что было бы здорово говорить о том, что можно быть классным агентством, можно делать суперкрутые кейсы, можно делать отличные сайты, но можно находить время и ресурсы, чтобы создавать проекты для некоммерческих организаций, благотворительных фондов, которые имеют смысл не просто рассказать о чем-то, а там изменить чью-то жизнь, собрать пожертвования, спасти человека, который попал в аварию, изменить принятие законов, и так далее, много-много-много чего другого. Поэтому мы такую длинную историю затеяли. Если вдруг, опять же, вы знаете какие-то кейсы, примеры, скажите мне о них. И я тут вот кого-то уже сегодня заметила. Я к вам подойду, те, кто тоже рассказывал про какие-то примеры уже. Процесс простой, я о нем уже рассказывала, заполню заявку на сайте и получить все ништяки и спасти мир. Спасибо. Продолжение следует...